Пойдемте, я вам сиску, я свою комнату покажу. Пойдемте, зайдите ко мне. У вас теперь такой потолок, да? Да, у меня теперь такая вот уголок. Когда пожар был, где были, как это происходило? Я была у себя, это мальчишка комната у меня, сына комната. Хорошо, что он у меня вчера дома был. Мы спали, он мне сказал, мама, там мы горим, соседи позвонили. Он приехал, сюда не пустили. Вот сейчас я пришла, смотрю, вот такое. Что будем делать дальше? Ну, я думаю, что, во-первых, должны нам помочь с крыши, с внутренностями. Хотя бы, я не знаю, кто виновен, хотя должны нам морально и денежно компенсацию должны нам сделать. Нет, так мы сами будем делать. Что надо делать? На кого надеяться? Сын-то должен же где-то жить, не со мной. 27 лет ему. Сын-то должен быть, не со мной. Сын-то должен быть, не со мной. Я с работы пришел вечером, искупался, все по лужам, влюх, телевизор смотрел. Вышел сюда курить, слышал наверху кипиш, какой шум там. Ребята молодые выскочили, говорят, проводите всех пожар на пятом этаже. Я выскочил, посмотрел, там горит, комната полыхает на пятом этаже. Я заскочил всех соседей, разбудил, приводил эти степы и на улице. Пожарники приехали, все, начали тушить. Мои соседи пьяницы, они вчера пили, они постоянно производили, дрались, что-то уронили, там у них загорелось что-то и все. У меня стена с ними вся выгорела. Что-то, какие-то разговоры, что вам известно о дальнейшей судьбе, что-то? Не знаю, вот сейчас идем в комитет, со вторника по четверг, вроде в будни, по какому-то определенному времени взять справки из пожарной, то ли из МЧС. И вот, ну дальше я не знаю, что делается. Я не первый раз в жизни с этим сталкиваюсь. Я еще не застраховала, страхуйте квартиру. Не закрывается замок? Да то, а как он может закрыться, если все умеет, он уже здесь. Ну ужас, что если так. Ну, сказка. Субтитры сделал DimaTorzok